Полосу препятствий для спецподразделений преодолели участники гонки героев. Это военно-спортивное соревнование для гражданских. Причем каждый из них заплатил за возможность изваляться в грязи и понять, на что способен, под 2000 рублей. За гонкой наблюдал Вячеслав Варфоломеев. На сложнейшую полосу препятствий вышло почти 2000 человек. Здесь и профессиональные спортсмены, и офисные клерки. Будет страшно, наверное, все-таки. Потом весело уже после этого. Но настрой бы и варить. Мне никто про него вообще не рассказывал. Сказали просто бежать. Я думаю, будет нелегко, но как бы справимся. Препятствия самые разные. И стены, и колючая проволока, под которой нужно проползти. И даже конструкция из-под крышек, внутри которой некоторые испытывают приступ клаустрофобии. Давай! Как ощущаете? Потрясающе! Это надо пережить каждому, по-моему. Давай! В каждом городе гонка, она своя, она неповторимая. Потому что, ну, все-таки ландшафт дает свое знать. В Крыму это горы. В Калининграде часть трассы проходит по побережью Балтийского моря. Здесь тоже уникальный полигон. Здесь и лесной массив. И сегодня по годам нам помогло будет много грязи. Наверное, будет самый грязный забег этого сезона. Такое ощущение, будто попал действительно на поле боевых сражений. Очень сильно бьет БТР, заложило уши. Я не представляю, как сейчас участники, которые ползут прямо под ним. Каждую команду сопровождает инструктор, который помогает и следит за безопасностью. Все они, кстати, действующие военные. Моя главная работа, это чтобы предотвратить все травмы, которые здесь могут возникнуть на данных препятствиях. Наша еще главная задача, чтобы мой взвод прошел до конца. Эверест. Стена высотой 7,5 метров. Последнее и самое сложное препятствие. Это очень круто. Всем рекомендуем сюда приходить, отдыхать в свое удовольствие. Можно и в грязи поваляться, и поплавать, и попрыгать, как в аттракционах. На самом деле, ты сидишь, находишься дома, и когда за полгода тебя зовут сюда приехать, ты сопротивляешься. Как обычно, никуда не хочется ехать. Но на самом деле, это мероприятие просто воспоминаний лет на пять в копилку добавят. Все, кто дошел до конца, получают специальные жетоны. Выбывших почти нет. Построенные конструкции останутся на полигоне. На них будут тренироваться военные. А уже в августе пройдут следующие гонки. Вячеслав Варфоломеев, Константин Стримаусов. Новости здесь, Новосибирск. Новосибирск.